Во Владивостоке прошел финал регионального квиза «Мое избирательное право». В заключительном этапе соревновались пять команд, представлявших колледжи края. Студенты демонстрировали свои знания о выборах и их проведении, а также о регионе и его истории в целом. В настоящее время, в настоящей ситуации, складывающейся в стране и за ее пределами, равнодушным быть невозможно. Это просто недопустимо, чтобы в том числе и подрастающее, и молодое поколение оставалось равнодушным тем процессам, которые происходят внутри страны. Ведь право избирать, право быть избранным – это одно из основополагающих прав, предусмотренных Конституцией. Поэтому было бы, не побоюсь этого слова, глупо не пользоваться этой возможностью участвовать в формировании будущего страны. Как она будет развиваться, что ее ждет, ведь все вы на сегодняшний день – это то будущее нашего государства, которое мы будем строить все вместе с вашей помощью. В заключительном этапе соревновались пять лучших команд. Участникам предстояло ответить более чем на 30 вопросов в шести разнообразных раундах. Заместитель министра профессионального образования и занятости населения Приморья выразила надежду, что ребята с помощью своего избирательного права в будущем смогут изменить регион и страну к лучшему. Дети СПО – это лучшие, самые осознанные дети нашей страны, у которых большое впереди будущее, которые будут от начала до конца знать свою профессию, своих будущих избирателей, и принесут нашему краю еще больший уровень развития. Поэтому, ребята, я вас настраиваю на успех в жизни, и подойдет то время, когда ваши силы, ваши компетенции будут таковыми, когда кто-то доверит вам свою гражданскую позицию. Напомним, в крае созданы все условия, чтобы выборы главы государства были открытыми и законными. Важнейшим инструментом для выполнения поставленной задачи является независимый контроль. Поэтому на каждом участке в течение всех трех дней голосования будут работать общественные наблюдатели. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.